Основная задача, как он сказал, говорит, осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась, будем так сказать, иностранными гражданами. Дозигуйте уже, не стесняйтесь. В подмосковном Долгопрудном представитель МВД процитировал слова начальника ГУ МВД по Московской области генерала-лейтенанта Виктора Паукова о мигрантах. Обыкновенный рашизм – пригласить в Россию миллионы мигрантов, чтобы потом думать, что же с ними делать. Но поздно, пока россияне массово перемалываются в Украине, новые хозяева уже чувствуют свое господство в РФ, и никакое отбеливание здесь не поможет. Я во вторник присутствовал коллегией расширенной ГУ МВД Московской области, и наш непосредственный начальник Виктор Пауков отмечал, что данное направление находится на особом контроле, находится на особом контроле у президента, у министра внутренних дел. И сейчас рассматривается ряд законопроектов для удосточения мер принудительного характера для иностранных граждан, которые нарушают законодательство. Как было отмечено, основная задача, как он сказал, говорит, осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась, будем так сказать, иностранными гражданами. Это основная задача, основная задача полиции, которая поставлена на следующие полугодни. У меня нос арийский, чистый арийский нос, чтобы было понятно, и почти голубые глаза. А это Санкт-Петербург. Российской нацистке почему-то не нравится многонациональное единство и многополярный мир. Это Санкт-Петербург. Приехали смотреть жилье. Ну, не оруй. Какая здесь площадка? Мечети не хватает. Вообще просто. И там дальше. Это сколько здесь вообще? Куда, куда? Это не Узбекистан и не Таджикистан, это Санкт-Петербург. Понимаете вообще, что творится? Тем временем в Красноярске мигранты спешат на помощь к местным Машкам и Наташкам, которые остались без своих Ванек, отправленных Путиным на убой в Украину. Это новый мировой порядок в отдельно взятой стране ошибки. Вот так вот, по обеим сторонам. Представляете, сколько у нас в Красноярске она ехала? Точно, что она ехала. Это же просто, это просто кошмар. Походу они все с Таджикистана приехали в Красноярск. Демонстрация, целая демонстрация. Это и по той стороне тоже такая же скука, скука их. Вот такой у нас Красноярск. Ой, и в ту сторону, по обеим сторонам. Путин человек, который убивает русскую Россию. Он убивает людей на фронте, русских мужиков, а заводит миллионы мигрантов. Все идет по плану. По плану. По плану. По плану. По плану. Просто по плану. Вот по графику. Дмитрий Песков озаботился уровнем рождаемости в России. Говорит, он на катастрофически низком уровне. Потому что мы с вами, как Россия, каждый год нас становится меньше. Мы живем в самой большой стране мира, а нас каждый год становится меньше. А справиться это можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости. Он у нас сейчас находится на страшно низком уровне, 1,4. Но это катастрофически для будущего нации. Катастрофически мало. Почему-то Песков не называет причиной того, что семьи боятся заводить детей. В стране третий год идет война, зарплаты не успевают за ростом цен. Россия все больше изолируется от мира. И людям страшно за свое будущее. Денег у них нет на детей просто. Песков, конечно, в курсе всего этого. Но ни его начальника это, разумеется, не волнует. Надо выходить и делать вот такие громкие заявления. Давайте, нам нужно больше детей. Хотя они всеми силами наоборот делают. Так, что никто в России не хочет, блин, заводить детей. Сегодня в Париже начинается Олимпиада. И по традиции на время ее проведения все войны прекращаются. Однако не в этот раз. Российские депутаты разных созывов написали открытое письмо Путину. Его подписали около 40 человек. Но никакого ответа на него, разумеется, не последовало. К слову, 15 российских спортсменов примут участие в играх в Париже. Правда, выступать они будут под нейтральным флагом. И если вам кажется, что совсем не важно, какой у вас флаг, то это не так. Вот суд Владивостока отправил под арест на 5 суток человека за аватар в Инстаграме с бело-сине-белым флагом. В постановлении суда сказано, что это атрибутика украинского военизированного объединения «Легион свободы России». Этот флаг также используют антивоенно настроенные граждане нашей страны, ну и в целом по миру. Кроме ареста за демонстрацию террористической символики, суд постановил конфисковать аватарку мужчины из соцсети. Как это будут делать приставы, не очень понятно. Напишите свои варианты, кстати, в комментариях. Тем более, что Инстаграм на самом деле в России-то официально заблокирован. То есть, чтобы зайти и конфисковать, нужно прям вот зайти в заблокированный Инстаграм, получается. Это Россия! Приветствую всех. Программа «Деньги от Апостола» успешно работает более 8 месяцев. Я плачу деньги за информацию, которая поможет нам приблизить нашу победу. Я хочу, чтобы мне написали русские, военные, рядовые офицеры, старшие офицеры, кадровые, мобики, бывшие заключенные. Мне, по сути, все равно, с кем иметь дело. Меня интересует информация, как оперативного уровня, так и тактического уровня. Куда вы бежите в атаку, сколько вас человек и так далее и тому подобное. Где находятся ваши склады, где находятся еще различные всякие военные темы. БК, техника. Также интересует информация от спецслужб. В частности, если у вас на связи находятся наши предатели, военные, независимо от их уровня, начиная от рядовых и заканчивая бригадными генералами, напишите мне, у вас ждет приятная сумма денег. Если информация подтвердится после проверки. За предателей из рядов вооруженных сил я плачу 5 миллионов рублей. За предателей из СБУ я плачу 10 миллионов рублей. За предателей из других наших силовых структур, таких как ГУР, я плачу 15 плюс миллионов рублей. Пишите мне, я всем отвечу. Не верьте каким-то ботам. Раз, у меня нету ботов. Два, я никогда не пишу первый, без договоренности три. Если вы сотрудник какой-то госкорпорации, имеете какое-то отношение к высоким технологиям, тоже пишите мне. Контакты по традиции. Ватсап в приоритете. Телеграм. И телеграм-канал, на котором новости моего проекта. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok